Итак, друзья, мы вновь находимся на одной из лучших лыжероллерных трасс Дальнего Востока. И сегодня у нас в программе скиатлон, скиатлон летний. Бежать мы будем по километровому кругу, сначала классикой 5 кругов, потом переобуваемся, меняем роллеры и палки и продолжаем гонку коньковым стилем, тоже 5 километров. А еще спортсмены с 1 по 3 сентября этого года, здесь же на этой шикарной трассе, будет проводиться первенство Приморского края по лыжероллерам среди спортсменов-любителей Кубок Дальнего Востока. Если ты с Дальнего Востока, то ты просто обязан посетить это событие. И надеюсь, не пожалеешь и будешь приезжать сюда снова и снова. По всем вопросам ты сможешь обратиться к организаторам этого грандиозного события. И телефоны будут вот в этой афише, а также в описании под этим роликом. Эти соревнования предназначены в основном для лыжников-любителей. Но если ты профик и в твоем тренировочном графике есть окошко как раз на эти даты, то приезжай, поделись своим опытом с любителями. И нам будет очень приятно посмотреть на вас и научиться чему-то новому. Побегу я сегодня на лыжероллерах. Сейчас покажу, какие лыжероллеры у меня. Во-первых, классический этап побегу на вот таких вот лыжероллерах. Это FFC, как он там называется по-модному. Fork Fluter Special, короче. Вот, с российским флагом, все как положено. Крепление здесь Radafella стоит. Довольно-таки надежные крепления. Ни разу не подводили еще меня. Но самое лучшее, на мой взгляд, крепление это все-таки... Ну, а у меня еще с собой тоже нет. Здесь тоже Radafella стоят. Fischer'а для роликовых лыж. Самые лучшие крепления. В общем, классический этап 5 километров. Я побегу на вот этой классике. Здесь такая система амортизации сделана. Не знаю, насколько она работает. Я их покупал, когда я весил 85 килограмм. Сейчас я вешу 70. То есть, вот этой амортизации, возможно, у меня уже и не будет. Это тренировочная модель. Это не гоночная, да. Колеса здесь тоже резиновые. Они такие... Ну, я бы сказал, что они не быстрые. Они больше медленные, чем быстрые. Ну, зато можно в дождь на них бежать. Здесь такие зацепики. Резина мягкая, короче. В поворотах должна держать. Ну, посмотрим, насколько это... Короче, вот это не карбон. Это просто клейка, да. Это маркетинг-выход, скорее всего. Платформа здесь алюминиевая. Ну, накатал я на них, может быть, 50 километров. Может быть, 70 километров от силы. Вот, довольно-таки... Для тренировок очень четкий роллер. Кстати, рекомендую. Прямо. Так, теперь идем дальше. А коньковый этап я побегу на лыжероллерах. Старт. Платформа здесь оригинальная. Ну, вы все знаете, да, как отличить оригинал от неоригинала. Здесь вот даже по вот этому спилу видно. На неоригинале здесь будет закрашено все. Единственное, что я в них поменял, это поставил колеса неоригинальные. Ну, потому что так делают все. Поэтому, чтобы сильно не оставать от своих конкурентов, пришлось немножко похимичить тоже. Вот сейчас вот эти колеса немножко крутятся. Вот. Подшипники здесь тоже, кстати, ну, другие стоят. Ну, тоже металлические. То есть, никакая не керамика. Мы прям так далеко не заходим в таких ухищрениях. Так назовем это все. Вот. В общем, вот мой инвентарь. А палки я их оставил в машине сейчас. Привезут, короче, КВ Форза. Палки такого среднего уровня. Они, наверное, больше даже бюджетные. Тысячи за четыре я их, наверное, брал. Они, конечно, мягкие, они пружинят. Но что делать все-таки? На асфальте, если ты упал, считай, что палка точно ломается. А бывает по неосторожности, когда идешь коньковым ходом, палку ставишь между ног и ломаешь. У меня уже так сломалось, наверное, пары-три палок. Вот. Что еще хочу сказать. Старты, когда я установил вот эти вот колеса, ну, стали немножечко быстрее. Не скажу, что прям намного быстрее оригинальных, но быстрее стали. Ну, вот, в принципе, и все. Я буду, наверное, уже собираться и идти на старт, потому что нас уже приглашают по микрофону. Сегодня мы стартуем, по-моему, вторыми. Обычно нас вместе с ветеранами пускают куда-то в самый-самый конец. Вот. А сегодня, в самое начало, я не успел ни размяться, даже не проехал по кругу. Даже не знаю регламента, честно говоря. Мне, кстати, сказали, что можно бежать в коньковых ботинках. Классический этап. Я почему-то думал, что классику мы побежим в классических ботинках, потом будем переобуваться. Но, оказывается, нет, можно в коньковых бежать. Ну, тем лучше, тем лучше. Кстати, ботинки у меня Spain Ultimate. Им уже, наверное, три года. Все работает. Тру-ту-ту. Постучим по дереву. Ладно, все, я побежал. Организовать это мероприятие было очень непросто. При планировании этих соревнований организаторы столкнулись с рядом проблем. Одна из основных – это наличие классического этапа, в соревнованиях и отсутствие у наших спортсменов классического летнего инвентаря. Большинство знакомых мне спортсменов из нашего региона вообще не тренируются классическим стилем и считают этот вид ненужным и вымирающим, что ли. Причем не только летом, но и зимой. У меня, кстати, до сих пор нет ни одной пары классических лыж. И зимой я полностью посвящаю свои тренировки свободному стилю. Меня отталкивает именно подготовка лыж мазями под разную погоду, но я пообещал себе исправиться и в этом году приобрести классику и поучаствовать зимой в классических гонках. Так вот, было предложено бежать на одних лыжероллерах нескольким участникам из разных возрастных групп по очереди. На мой взгляд, это очень рациональное предложение, но так как участники из разных районов, они не смогли все договориться и последовать этому совету. Кто-то успел приобрести летние лыжероллеры, потому что анонсировать это мероприятие мы начали почти за полтора месяца. И у кого была возможность приобрести летний инвентарь, уже давно сделали это и провели несколько тренировок на летних, на классических лыжероллерах. А для тех, кто все-таки не видит себя в роли классиста, организаторы сделали отдельную группу, которая называется Абсолют. Бежать в ней нужно только коньковым стилем, коньковым ходом. Но, несмотря на эти трудности, приехало достаточно много участников, и мероприятие получилось на уровне. Перед стартом надо немножко взбодриться. Я сейчас разведу себе из-за тоника так называемый топинг. Ну, надо одну таблеточку ложить. Я себе, наверное, разведу покруче, разведу две. О, такие вот таблетосы. Что упало у студента, то упало на газетку. Все, покруче. Теперь я буду просто лететь, как птица. Конкурентов не будет. Вот, нас уже там приглашают. Сейчас пойду. Выпью. Отдам моему судье. Держи, будешь носить. Поить меня. Так. Собираемся. Сумочки оставим здесь, я думаю, на свой страх и риск. Я еще, наверное, возьму с собой один гель из-за тоник перед стартом. Сейчас узнаем, во сколько у нас старт. И тоже отдам своему секретарю. На, держи. Тоже будешь мне выдавать. Так, все. Все, да не все. Куча батареек нужно дать. Это я отдаю оператору одну батарейку. Сейчас кому-то дам GoPro. Так, GoPro. GoPro у нас будет. GoPro будет у Вероники. Потому что нужно будет снять этап, там где будут менять лыжи-роллеры. Нужно будет, чтобы это вы обязательно сняли. Так. Вероника, иди сюда. Иду. Держи тебе батарейку еще, да? Вспомните, куда эти батарейки еще сосуну. Батареечка. Давай. Батарейки, кстати, используем белые сейчас, новые идут на GoPro. Они гораздо дольше работают, чем эти синие беспонтовые, которых там на полтора-два года хватает. И все, потом просто она вздувается, либо перестает держать заряд. Все работает. Ну все, пошли на построение. С этого года в нашей восточной конференции была внедрена баловая система учета рейтинга спортсменов. Не многие об этом знают, и эта информация впервые просочилась в медийное пространство, так это назовем. Так вот, суть этой системы заключается в том, что спортсмену по итогам каждого соревнования присваивается определенное количество баллов. Эти баллы со временем плюсуются, и формируется годовой рейтинг лучших спортсменов. В конце сезона подводятся итоги, и лучшие спортсмены будут отмечены в Федерации лыжных гонок. По мнению организаторов, это должно мотивировать участников не пропускать ни одного этапа чемпионата и первенства края, и повысить уровень дисциплины и массовости наших соревнований. Причем эта система распространяется и на зимний сезон. Учет летнего и зимнего рейтинга будет вестись отдельно. Как будут поощрять лучших, пока нам неизвестно, но все-таки это лучше, чем ничего. Кстати, друзья, у кого уже внедрена такая система, напишите в комментариях, как она работает и почувствовали ли вы какую-нибудь пользу от ее внедрения. Я сейчас говорю о любителях и о любительских чемпионатах. Ну что, друзья, мы сейчас выстраиваемся на стартовой площадке. Вот наша группа. Получается, что в нашей группе приехало не очень много народов и объединили как бы две группы ветеранов и нас. И четыре минуты до старта мы, получается, что классические свои роллеры поставили на старте, а конек положили вот там вот. Сними, пожалуйста. Вот. Я не знаю, как это все будет выглядеть, потому что будем мы на большой скорости катиться с горы, получается. И вот здесь мы должны оттормозиться, взять свои роллеры, сбросить старые, ну, палки короткие, взять длинные палки и поехать в свой этап коньковый. Ну, сейчас уже дети это как бы прошли, этот этап, все у них получилось. Я думаю, что у взрослых это тоже все получится и без падений. Все будут живы целы и здоровы, как говорится, без травм. Вот. Ну, а сейчас пока предстартовый мандраж, как бы все стоят, ждут в своей очереди. Мне как бы, ну, вообще пофиг. Мне не чувствуется почему-то такого мандража, как обычно перед стартом. Может быть, из-за того, что я даже не размялся сегодня. Не знаю, как я победу. Пока мы снимали контент там на трассе ходили, короче, все разминались. Ну, а я почему-то селонил. Да-да, сейчас иду. Сейчас иду. Успеваем. Вот три минуты до старта, меня предупреждают. Вот. Ну, блогерская жизнь, она такая, как говорится. Ну, какие цели я ставлю на эту гонку? Да, никакие. Просто получить опыт с кеатлона, как бы проехать, проехать, не убраться здесь, когда я буду переобувать лыжероллеры. И насладиться этой атмосферой, гонкой. Ну, продышаться, соответственно. Ну, ладно, две минуты до старта, ребят, я пошел. Давайте увидимся на гонке. Всем участникам на полюс. Десять. Одновременно идем до первого белого столба. Одна. Марс. Поехали одновременно до столба белого. Все, УСЛА, самая сильнейшая группа. Просьба не миста никому. Коммера сняли, возле судейского зона копало жидкость. Рецепт. Продолжение следует... что касается призов то хочется отметить организаторов добрым словом в изготовлении кубков и медалей здесь относятся очень чепетильно делают так чтобы дизайн выделялся отличался от других был по-настоящему приятен и дорог его обладателю и если вы поставите или повесите его рядом с остальными своими наградами то они явно будут выделяться среди прочих мир двенадцать приближается к финишу своей классической пятерки можно кстати смотреть на время вот прохождение 13 43 каждый участник может контролировать свои свой результат на классику и свой результат на конек 14 минут ровно номер 14 проходит номер 13 14 03 переобуваются и все 12 номер рухте александр уходит после одного очень неприятного случая который произошел с одним из участников на опасном спуске организаторы решили ограничить передвижение болельщиков по трассе и смонтировали ограждение из решеток тем самым ограничив доступ зрителям на территорию трассы напомню что человек момент гонки неаккуратно перешел трассу и помешал участнику одному из лидеров между прочим он помешал участнику войти в поворот и произошло падение очень неприятное падение но обошлось без серьезных трав слава богу но на этом участке и до этого были падения сейчас я вставлю падение девушки которая пыталась зайти в этот поворот в жесткой борьбе с соперницей не устояла и упала в этом же самом месте потом вставая неудачно выставила палку и еще одна девушка получила неприятный удар наконечником палки в бок и виной тому стала борьба в повороте именно спортсменов на скорости а не обеспеченность болельщиков так скажем да так вот к чему я это все это сугубо мое мнение и она может идти вразрез мнению организаторов не всегда зрителей болельщиков на трассе негатив и присутствие их на трассе их поддержка и эмоции которые они нам дарят именно нам участникам перекрывают на мой взгляд такие неудачные моменты которые иногда очень редко но к сожалению происходит на мой взгляд можно и нужно ограничить присутствие зрителей именно на одном этом опасном повороте и разрешить им нахождение на остальных участках лыжероллерной трассы я считаю тотальное отсутствие болельщиков ударит по популяризации этого вида спорта и в перспективе негативно отразится на его массовости как быть участником которые берут с собой на соревнования членов своих семей например привозить их за сотни километров чтобы они постояли возле металлических решеток пока ты находишься на трассе ну раз они постоят потупят там в следующий раз они просто не поедут останутся дома и массовость скатится до минимума кому нужен такой спорт я надеюсь ролик получился содержательный и ты подчеркнул для себя что-то новое а теперь поставь лайк и не забудь подписаться на этот канал ну а впереди нас ждет кубок дальнего востока с 1 по 3 сентября он пройдет здесь на этой земле и если ты из этого региона то обязательно приезжай всем пока